Дорогие друзья, это правильное решение начинать свой день с музыки. И я хочу сказать, что наша передача делает всё для того, чтобы ваше настроение было очень хорошим. И я вот, в общем-то, намекаю на то, что в самое время немножко попеть в эфире. Да, именно поэтому мы сейчас поздороваемся с нашей гостьей. Гости виртуальной сегодня, потому что вот наша гостья послушно соблюдает режим самоизоляции. Татьяна Медведева, заслуженная артистка Республики Крым. Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, как ваше настроение? Расскажите, замечательно. Сегодня чудесная погода, светит солнышко, всё хорошо. И даже, наверное, не важно, что мы находимся все в четырёх стенах, при этом можно же открыть, распахнуть окна и насладиться всем этим весенним... Благоуха, не ем. Это точно. Это точно. Знаете, для меня действительно самое такое сложное, это то, что мы не можем выйти на улицу. Я очень люблю ходить пешком, гулять везде, где только можно, я гуляю пешком. Скажите, у вас есть домашние животные? Что-что? Домашние животные у вас есть? Питомцы. Нет. Вот был бы вам хайф лайф или как это? Лайф лайф. Лайф лайф. Да, если бы у вас был питомец, можно было бы на 100 метров от дома отойти. Ну, может, удолжите у кого-то, если вы будете. Зато будете здоровенько. И будут в хорошем состоянии ваши голосовые связки, которыми, мне кажется, мы скоро восхитимся. Это уж как получится. Благодарю за кого-то. Чем вы нас сегодня порадуете, Татьяна? Ну, дело в том, что мне прежде всего хотелось бы сказать, что в данной ситуации не стоит никому совершенно впадать в панику. Состояние должно быть бодренькое, несмотря ни на какие проблемы, вопросы, несмотря на то, что нам говорят, что неизвестно, когда это все закончится. Знаете, сейчас мудрые люди говорят, что самое время подумать о том, с кем мы живем, о том, кто такие наши родственники. Поскольку мы очень часто много времени проводим на работе и очень мало общаемся с родными и близкими. Да, самое главное – обезопасить не только себя, но и своих родных и близких. Именно поэтому нужно соблюдать режим самоизоляции. А то, что я бы вам хотела спеть, это получится акапельное для вас. Прекрасно. Мы очень ждем уже начала. Дело в том, что я много лет жила в Японии, и там мне почему-то на ум приходило две песни. Вот когда я просто прогуливалась там, среди прекрасной природы и так далее. Поскольку я выросла за кулисами Полтавского театра, мои родители там работали, мне чаще всего приходила на ум песня, которую пел мой отец в спектакле «Полтавские девчата». Вот я вам куплетик сейчас отсюда спою и следующую песенку, которая у меня тоже постоянно возникала в уме. Очень ждем. Итак, первая песня – это «Ария Петра» из спектакля «Полтавские девчата». Ну, всего лишь куплетик. Нечка золена травнева, а песня народилась, а я хоть сама. Я ходу один по садах вишневых, а тебе нема. Я ходу один по садах вишневых, а тебе нема. Вот такая вот песенка была очень красивая, лирическая. А вторая песня, которая мне всегда приходила на ум, это вот следующая. Умывает красно солнышко, руки теплые в рассе, И Россия, как Аленушка, предстает во всей красе. Ни вблизи, ни вдали, я не знаю земли, Лучше той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синь синева и цветла отберет Россия. Вот эти вот две песни я пела всегда. Почему? Я уверена, что сейчас аплодируем вам, не только мы с Сашей. Вы знаете, как бальзам на душу, чистая интонация с утра. Особенно понравилось интонирование чистое. Спасибо вам большое за то, что нам сделали сегодня настроение, подняли такими прекрасными, теплыми песнями. Мы желаем вам очень хорошего, доброго дня. И действительно, стоит наслаждаться каждым днем, в том числе даже если проводишь его дома, потому что это далеко не самый худший вариант. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Рады были с вами пообщаться. До свидания.